Галерея Мебельный центр Реал, улица Смолина, 54Б. Мебель и интерьеры. Мебельный центр Реал, улица Смолина, 54Б. Мебель и интерьеры. Настоящие гурманы знают, что самое дорогое в паэлье это корочка. Кстати, паэлья готовится из особого сорта риса с добавлением самой дорогой приправы в мире шафрана. Ну а мы, дорогие телезрители, для вас, наши гости, приготовим рис с морепродуктами. Эльвира Доржива. Заместитель директора по концертной деятельности Театра песни и танца «Байкал», заслуженный работник культуры России. Эльвира воспитывает двоих детей. Для своей семьи она постоянно готовит блюда по рецептам, которые придумывает сама. Дорогие друзья, мы заслуженным работником культуры Российской Федерации Лиры Дорживой. Готовы выбрать продукт для нашего сегодняшнего блюда. Эльвира, я думаю, все продукты в нашей корзине, которые нам понадобятся. И я думаю, что осталось только одно – порадовать телезрителей и быстренько переместиться на кухню. Дорогие друзья, вы смотрите кулинарное шоу «Вкусно» и сегодня у нас в гостях заместитель директора по концертной деятельности Театра песни и танца «Байкал», заслуженный работник культуры Российской Федерации, народная артистка в Бурятии Эльвира Доржива. Эльвира, очень приятно, что вы к нам пришли. И я думаю, что сегодня мы такой стол накроем с вами. Ну, наверное, будем стараться. Итак, что будем готовить, Эльвира? Ну, вот основное блюдо – это рис с морепродуктами. Я его позаимствовала, когда ездили на гастролях в Испании. Вот так вот примерно что-то поэли, не поэли. Ну, что-то такое получился наш мой. Такой же русифицированный вариант, да? Да, мое блюдо, поэтому я его поэли называть боюсь, но рис с морепродуктами, в общем-то, очень вкусный, не очень калорийный продукт. Так, что еще будем готовить? Салат. Салат мы тоже, я его позаимствовала, в одном из ресторанов покушали, ему уже очень понравилось. Ну, не помню, как он называется, салат. Тоже из капусты, из моркови и с мясом. Очень вкусный. Так, Инна, это же не все, я вижу, здесь кабачки. Да, это не все, и на десерт у нас будет оладушки из кабачков. Это уже, наверное, тоже немного мной придуманное блюдо, но на самом деле его мне показало, я его первый раз попробовала у сникровки дома, оно мне очень понравилось, это блюдо, и я его немножко так под себя переделываю, в общем-то, сейчас постоянно его и дома встряпаю. Вера, я вижу, вы, судя по набору блюд, вы действительно образцовая жена, которая дома готовит очень много, очень вкусно, и я думаю, что вот сейчас самое время начать. Я, наверное, займусь овощами, так, и вы тоже овощами, да, возьму себе морковку. Да, я сейчас начну сразу паэлью этот рис готовить, вот надо. Так, сразу же включить, да? Угу. Так, а что я делаю с морковочкой? Морковку надо просто натереть на терочке, это для салата, и немножко в рис я добавляю морковь, обжариваю с луком. То есть морковь и лук это первое, чем мы займемся. Ну, сначала надо вообще обжарить морковь, потом добавляю с лук уже позже. Так. Мы же с паэлей приготовим. Эль, ну, полмира вы объездили еще, будучи артисткой балета, полмира уже позже, будучи заместителем директора вашего театра. А есть еще уголки мира, в которых не бывали, но очень хочется побывать? Да, конечно, в Австралии мы ни разу не были. Так, я думаю, следующая командировка будет, наверное, как раз туда. Может быть, потому что сейчас там вообще, говорят же, есть целое поселение бурят, и они разговаривают на бурятском, вся культура у них сохранилась, поэтому, конечно, было бы интересно на самом деле туда съездить, посмотреть, как там наши земляки живут. Я сейчас начну делать уже салат, наверное, пока у нас готовится. Так, а я готовить полуфабрикацию для ладжи. Да, вы готовьте уже пока что. Эль, смотрите, кабачки, они молоденькие, наверное, не будем, да, с вами начать? Да, да, прям сразу и натирайте. Так, тоже они, экзекуцию такую у нас здесь. Мы делаем все параллельно, поэтому сейчас сразу же я начну, наверное, готовиться к кабачкам, то есть там тоже надо будет какое-то время, чтобы... Это можно все делать, вообще все эти блюда сразу параллельно. Эль, ну, вы сказали только, что у вас действительно свободного времени не так уж много, а бывают вообще дни безделья. Допустим, если планируется такой день безделья, как вы его проведете? Ну, я не верю, что вы можете целый день просто лежать на диване без дела. Нет, конечно, ну, я так не могу, мне это неинтересно так лежать. Ну, конечно, надо выспаться обязательно, наверное, любому человеку, которому станет, хочется выспаться. Вот, а потом начинаю заниматься, если дома, то домашними делами. Если летом или весной, то на даче, потому что я дачница, и я каждый день езжу на дачу, и вот, и поэтому у меня, когда весна начинается, и лето, и у меня дача. Поэтому особо бездельничать мне некогда. Водичку я сливаю. Так, ну, репродукты ее тоже сразу все скидываем, сейчас подсолим, приправы положим, и все. Так, здесь, быстро. Давайте поменяем стрелочками. Ничего сложного, но зато вкусно. Это в Испании мы, когда ездили на гастроли, там вот, правда, реклама-то, помните, была? В деревне в одной, в деревне в другой, между собой соревнуются, там потом фэриш, ну, реклама чего-то была. Но так у них на самом деле и есть. Как раз-таки в один из таких фестивалей мы попали. Там вот эти все деревни между собой соревновались, чтобы приготовить паэлью. А чтобы приготовить паэлью, у каждой деревни свой рецепт фирменный. Они никому ему не показывают этот рецепт? То есть нет наоборот, да? Нет, нет. И они вот, когда уже все приготовится, все зрители приходят, там такое было прямо огромное помещение, и каждая деревня с такими огромными чанами предлагала всем эту паэлью бесплатно. Кушать можно, но как приготовить не скажут. Нет, это как, это же фирменное... Ну, а вот мы всем зрителям рассказываем, как готовить вкусную паэлью, вернее, рис с морепродуктами. Да, это, наверное, не паэлья, но вот. Поэтому мы пошли по всем столикам, прошлись, попробовали. Мы тогда ездили, я ездила с дочкой, сможем, в общем-то. И на самом деле очень вкусный такой этот, ну, мы-то его пловом называем, да, в России. А тут морепродукты было очень необычно. Поэтому, когда мы приехали домой, мне мой муж говорит, давай что-нибудь из как паэлью-то приготовим, попробуем все-таки, это же как-то так очень вкусно. Я начала это экспериментировать. Вот так. И декспериментировались. И экспериментировалась, в принципе, вкусно. Не знаю, похоже, не похоже, но мы все время готовим ее, и нам, нашей семье все нравится. Сына у нас тоже любит очень морепродукты. Так, теперь добавляем. Я думаю, что все-таки вот этот желтый цвет у паэльи все-таки дает этот приправ, вот этот кари желтый. Ну, сейчас Наташа кефир у нас уже закипел, я сейчас покажу, что надо дальше делать. Это, наверное, самое важное. То, что тоже я, наверное, придумала, не знаю, может быть, и не я. В общем, в кипяченый кефир нужно скинуть где-то вот пол ложечки, да, пол ложечки, наверное, соды. Так, не приборщи. Даже меньше, да. То есть не надо сильно переборщивать, потому что будет чувствоваться вкус. Так же посолить надо будет. Так, и какая химия происходит за кастрюль? А вот смотрите, сейчас увидите. Вот сейчас я венчиком, когда начну взбивать, то вот этот кефир, он, видите, он начинает пениться. Интересно. Вот это, наверное, самое главное есть. Основное то, что потом, когда оладушки слепаешь, они такие же вкусные получаются. Ну, наверное, я думаю из-за этого. Там секрет. Наверное, да. Вот, кабачки у нас готовы. Сейчас это масса наша остынет, кефир вспененный уже. Мы потом его сюда будем заливать. Хорошо. Поэтому пускай пока остывает. А мы сейчас давайте мясо будем резать для нашего салата. Тоже соломка. Да, соломочка, мясо. Сюда мы уже можем скидывать спокойно морковку. То есть салат очень простой, но мне кажется, что очень такое необычное, вкусное. По-моему, можно его быстро приготовить дома. И главное, из простых продуктов. Да, 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 да. Вот прийти и вкусно. Но сегодня без преувеличения, я думаю, можно сказать, что вы душа своего коллектива театра «Песни танца Байкал». И как часто приходится вам выступать в роли психолога? Ведь все-таки артисты такие сложные люди, они же амбициозные. Наверняка конфликты случаются. Бывает ли, приходится ли вам разруливать какие-то такие сложные ситуации? Нет, слава богу, у нас в театре никаких конфликтов не происходит. Ну, во-первых, потому что, наверное, как-то так вот у нас построена наша работа. Мы как одна большая семья. Я просто не припомню, чтобы у нас в театре были какие-то конфликты, честно говоря. Так, ну хорошо. А во-вторых, я же сама танцевала, я же сама, как говорится, балерина, знаю, что, как нужно к нам, какой подход к артистам надо иметь. Поэтому я, конечно, к своим артистам стараюсь применять вот то, что хотела бы, когда я танцевала, чтобы ко мне применяли. Наверное, может быть, из-за этого легко. Хорошо, что конфликтов у вас нет, вы меня убедили. Но то, что артисты, организованные люди, мне кажется, такого быть не может. Творческие люди, мне кажется, всегда в облаках немножко летают, ну, большинство, по крайней мере, из них. А вот, допустим, за границей случались ли какие-то форс-мажорные обстоятельства, где вам приходилось собирать свой коллектив и держать в тяжелых рукавицах? Нет. У нас очень дисциплинированные артисты, и мы всегда говорим, что особенно за границей нужно быть, как говорится, очень особо собранными. Поэтому театр «Песня танца-бокал» сегодня – это бренд Бурятии, да? И действительно, шоу всегда очень яркие. Зрителей всегда очень много. Билеты раскупаются задолго, насколько я знаю, до концерта. И вот, казалось бы, ну к чему еще можно стремиться? Кажется, все вершины уже покорены. Но нет, Джейлира, наверное, вы ставите себе какие-то новые цели. Вот можете поделиться планами на ближайшее время? Чем порадуете зрителей? Что в планах, что в задумках? Я считаю, что вот этот именно театральный сезон, он все-таки для нас важен тем, что он юбилейный. Хоть и говорят, что даты, ну, как сказать, неофициальные, не юбилейные – 75 лет, но я все-таки думаю, что 70 лет – это тоже ведь срок. Конечно. Да, и хочется зрителю все-таки показать, что театр за 70 лет достиг, какие результаты, хочется результаты показать. Поэтому сейчас мы к этому очень тщательно готовимся. И, может быть, и не секрет, но хочется сказать, что у нас всегда была у нашего художественного руководства была мечта восстановить золотой фонд театра. Те танцы, которые танцевали раньше, и до нас танцевали артисты театра Байкала. Вот, и сейчас как раз-таки в эти дни мы будем показывать танцы, уже восстановленные. Это такая уникальная возможность. Там у нас будут еще выступать ветераны, люди, которые танцевали до нас в этом театре. Это именно только в эти 5 дней мы их попросили, они дали согласие. Вы не перестаете удивлять. И тем самым временем салатик почти готов, да? Готов. Сейчас мы его заправим майонезом, и у нас уже салат, он очень… Никакого сложного соуса. Все очень просто. Капустка, морковка, мясо и майонез. Так, солить можно будем? Если можно больше, я уже посолила. Так, я уже не заметила за разговором. Не, 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 посолила, посолила. Все в сомнениях, дедушки. Можно и заправить, ничего страшного. Ну, а сейчас, Наташа, мы уже салат, так как у нас уже готов, мы его заправили, и мы приступаем к нашему последнему десертному блюду. Это вот к нашим оладушкам из кабачков. Так. Этот кефир, который скипел, мы вливаем вот эти готовые кабачки, которые мы уже с вами натерли. Угу. Так, мука уже просеянная. Так, сколько муки? Столько хватит ли еще? Хватит. Потому что они диетические, эти кабачки, тут много муки не надо. Может быть, в этом-то и тоже прелесть в том, что тем людям, особенно кто следит за своей фигурой или запитает. Особенно те, кто соблюдают пост сейчас. Да, тоже, кстати, подойдут. Вот, нет, ну здесь яйца есть. А, ну, ну да, яйца нельзя. Яйца нельзя же постигнуть. Ну, те, кто себе может позволить слабилку. Вот, потом, значит, очень дети, мне кажется, они вообще очень сами по себе вкусные оладушки. Дети же не очень любят, у меня сын, например, не очень любит просто кабачки, например, жареные. А когда вот ему делаешь оладушки из кабачков, он за обе щеки их уплетает. Так что это тоже такой вот здесь момент. Эльвира, а дома, когда вы приходите домой, вы снимаете маску деловой женщины и становитесь доброй мамой? Или вы такая же строгая для своих детей, требовательная для себя? Ну, конечно, я добрая мама. Я любящая мама. Поэтому, ну, мне бы не сказала, что я прям такая строгая. Ну, я знаю, что у вас сын и дочка, и можете немножко рассказать про них? Дочь чем занимается? Дочь у меня учится на четвертом курсе в БГУ, менеджера по спорту и туризму. Вот, а сыну у меня, сыну 11 лет, он учится у меня в пятом классе. Галерея хорошего вкуса. Гастроном Холл Спутник Мебельный центр Реал, улица Смолина, 54Б Мебель и интерьеры Ищите достойный подарок настоящему мужчине? Добро пожаловать в магазин Ножи Мира. Ножи для охоты и рыбалки. Знаменитые золотоустовские ножи. Швейцарские и американские складные ножи. Подарочные ножи на любой вкус. Кухонные ножи ведущих мировых производителей. Все ножи имеют высокие прочностные характеристики, не ржавеют и хорошо держат заточку. Проспект 50-летие октября, 26Б. Магазин Ножи Мира. Достойный подарок настоящему мужчине. Я приходила сюда эти чертовы 11 лет, Лоренции. Я устала. Я пришла только для того, чтобы ты смог попрощаться с сыном. Я должен быть абсолютно уверен, что никто не ошибется. Тем более ты. Я всегда считал, что портрет схватывает человека лучше, чем фотография. Я хочу, чтобы вы помогли мне почувствовать себя лучше. Ты знаешь, что ты сделал? Ты ему все испоганил. Прости за всю боль, которую я тебе причинил. Прости. Премия Оскар за лучшую женскую роль. Моего мальчика больше нет. Паул Монстров на канале Телеком. А, нет, хорошо. Можно встать рядом. Такая вот масса. Припавлю, наверное. Я вообще люблю эти оладушки со сметаной кушать, поэтому... Сметанку мы приготовили. Да, ну, детишки меня, например, кушают и с вареньем. Ирина, ну, я все-таки по Байкалу еще немножко попытаю вас. С удовольствием. Вы сказали, что в апреле у вас грандиозная концертная программа. Ну, может быть, еще секрет-то приоткроем для наших телезрителей. Может быть, еще что-то особенное готовите? Да, секрет только для наших телезрителей, для телезрителей Телекома. Я хочу сказать, что после юбилейной программы у нас готовится новый спектакль, который выйдет, премьера намечена на июнь месяц. Так, что это будет спектакль? Продолжаем, предправателем. А что будет спектакль? Это я уже не скажу. Так как у нас театр национальный, театр песни, танцев и байкал, мы несем национальную культуру бурятского народа. Вот, естественно, все это связано у нас с нашей бурятской культурой. Поэтому это будет спектакль не такой, как Дух предков, ну, что-то подобное, и очень такое, мы сами ждем этого события, поэтому я думаю, что для зрителей это будет большой праздник тоже самое. Ну, я тоже не сомневаюсь в том, что все получится, все удастся. И я знаю то, что вас тепло встречают также и в Центральной России. Принимаете участие и в проектах канала «Культура». У вас теплые отношения с Надеждой Бабкиной, я знаю. Расскажите, в каких посолистах вы познакомились с ней? Когда это было? Надежда Георгиевна организовала свой фестиваль «Вся Россия» называется. Как она? Благотворительный фестиваль «Песни России». И они начали когда-то собирать самые лучшие коллективы туда, в ее программу, ну, и позвали нас, наш театр. Надежда Георгиевна когда-то, как только увидела наш театр, как она потом уже признавалась мне, энергетика, которую отдают артисты вот именно во время танцев, она, говорит, была такая, что просто она к нам, как говорится, прикипела всей душой. Поэтому она, нас единственный, наверное, коллектив из всех коллективов приглашала по всей России. Мы с ней поездили практически во всех, во многих регионах России были, во многих областях, в области многие посетили края. Да, поэтому сейчас очень бы хотелось ее видеть здесь на юбилейных концертах. Ну, не буду забегать, может быть, вперед, но хотелось бы, конечно, видеть ее в качестве наших гостей, вот именно на юбилейные дни в апреле. Ну, мы тоже надеемся, что сможем лицезреть. Наверняка, может быть, и она с своим концертным номером, да, приедет? Не просто в качестве зрителя, да? Ну, не знаю, вот я говорю, не буду ничего говорить, но она сейчас, в данный момент уже, я ее известила, что вот у нас юбилейное мероприятие, и она, у меня есть желание большое приехать, как с ее графиком, она сейчас организует, если, то, может быть, она к нам не приедет сюда. Слушала бы вас еще и еще, но у нас блюда готовы, я думаю, что наши телезрители, они очень хотят услышать рецепт каждого приготовленного здесь блюда. Итак, начнем, наверное, все-таки с паэлии, мы так, нет, с рисом, с рисом. Рис морепродуктами готовится очень просто. Обжаривается сначала морковь до золотистого цвета, далее лук, накрошили лук, немножко все это обжариваем, сразу же морепродукты и рис все вместе опускаем, заливаем водой 25 минут, 20 минут на медленном огне, и готовы блюда. Так, теперь рецепт, наверное, напомню рецепт салата. Мелко крошится капуста, морковь на терочке, мясо отварное, говядину, мне кажется, можно сюда и курицу, но я как-то говядину всегда ложу. Чесночок и майонез, тоже вот такой простой, но я думаю, что все-таки он очень вкусный салат, он у нас дома постоянно. Ну и самое главное, наш такой интересный десерт, да. Наш десерт, это оладушки из кабачков, готовятся из... Кабачки им натираются, кефир нужно скипятить, засыпать туда соды, когда он спенится, сыпьем немножко соли, значит, потом туда ложим натертые кабачки, яйца, муки чуть-чуть, и тесто готово. Ну, как у меня детишки любят сметану и с вареньем ее сделать, это сметана. То есть сначала сметану с вареньем смешать, а потом уже... Ну да, я люблю просто сметану, то есть тут, как говорится, на вкус и цвет. В Испании такая же появилась? Мне кажется, что такая же, потому что она, я говорю, она у каждой деревни разная, ну, принцип тот же самый. Ну, в общем, если бы мы с вами участвовали бы в этом конкурсе, я думаю, что последним местом мы точно не заняли бы. Нет, нет, нет. Мы такие скромные. Ну, куда они скромны? Ну, нам нравится с семьей. И салатик вкусен. Ну, это вообще прям самое любимое, особенно когда кабачки свежие, только-только с грядки их сорвешь, вообще. Оладушки, конечно, не дают. Ммм, воздушные, просто, просто как крем. Все очень вкусно. Действительно, вы сегодня вот просто постарались. И хочу вам от наших спонсоров вручить подарки. Левира, я знаю, что у вас сегодня день рождения. Мы так скромно молчали всю программу про это. Но сейчас я не удержусь, потому что наши спонсоры тоже присоединятся к моим поздравлениям. И, во-первых, от нашего главного спонсора мебельного центра Реал хочу подарить карточку на скидку в этом мебельном центре. Приходите, покупайте. Думаю, что здесь выберете достойный подарок себе на день рождения. Спасибо. И вот такую тарелочку, чтобы она всегда стояла у вас дома, напоминала об участии в нашей программе, чтобы дома у вас всегда стали только красивые вещи. Ну и вообще в жизни вас, чтобы всегда окружали красивые вещи. Левира, я от нашей съемочной группы, от телекомпании ТВКОМ. Также поздравляю вас с днем рождения. И хочу пожелать вам, ну самое главное, получить в жизни как можно больше удовольствия, как можно больше благодарных зрителей. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня я буду для вас готовить настоящий мексиканский салат. Значит, это будет постный, поскольку идет великий пост, поэтому у нас не будет никаких мясных продуктов, либо рыбных. Сегодняшний главный продукт – это сальса деликатус. Здесь, чуть погодя, вы все увидите, как я буду готовить. Для салата нам нужно будет листья пекинского капусты. Отрываем буквально три листика. Затем снимаем с ртивину. То есть я вот таким образом обрезаю и убираем вот кусочки эти. Затем вот так пополам. И вот такими немаленькими кубиками режем пекинскую капусту. Погружаем в миску. Салат у нас будет из авокадо. Авокадо – очень интересный такой плод. Некоторые люди называют его фруктом, некоторые – овощем. Но на самом деле растет авокадо на высоком 15-метровом дереве фруктовом. Посмотрите, вот я его открыл, да, две половинки. Внутри есть такая большая косточка. Вот я вынимаю. Если авокадо спелое, очень легко выходит из своего кожуры. То есть мы его снимаем. Так, в принципе, я сегодня из одной половинки сделаю. Это все я нарежу таким же образом, как и лист пекинской капусты. Вот, она очень мягкая. Сильно не будем покромсать, потому что это мексиканское блюдо. Вкус авокадо мы должны ощущать, когда будем пробовать. И все это погружаем в нашу миску. Что мы дальше делаем? Добавляем красный лук. Немножко нарезаем. Много не надо. И перышкой. Затем добавляем в наш салат. У нас есть замечательные помидорки, черри. Освобождаем от лишних деталей. Черри не сильно такой сочный. А вообще, если помидор большой, можете из больших помидоров нарезать такие дольки. Но уберите обязательно сердцевину. То есть вот мягкая часть, вот этот, убирается. Буквально несколько штук помидоров. Добавляется в салат. Здесь майонез. Добавляю мед в майонез. Немножко, значит, солим. Немножко перчим. Затем перемешиваем. Перемешали. Но это еще не все. Мы сюда добавим лимон, сок лимона для кислинки. Получается кисло-сладкий соус. И наливаем мы наш салат. И перемешиваем наш салат. Мы сюда добавим немножко кинзы и укропа. Для вкуса и для прянести. Вообще, мексиканцы мелкие нарезки не любят. Они любят брутальную и крупную нарезку. Все это перемешиваем. Ну и вот, в принципе, наш салат готов. Сейчас мы будем собирать. Вот, посмотрите. Заранее я приготовил уже форму для нашего салата. В чем мы будем подавать. Вот у меня здесь две формочки. Вообще, можно употреблять тортили. Мексиканские тортили. Такого же фирмы Delicatus. Но сегодня я взял просто простой лаваш. Вот я сейчас достану красивую форму. Вот вы смотрите, как красиво запеклась она в этом форме. То есть я нарезал круг, положил круг сюда. Сверху одел вторую форму. Ничем не помазал. Поставил в духовку на 200 градусов. Буквально 2 минуты. Достаете, она остывает. И потом очень легко выходит из формы. Ставим красиво сюда. И наш замечательный салат погружаем в нашу форму. Для декорирования сверху, поскольку у нас присутствует лимонный сок, помидоры в салате, мы сделаем красивый кружочек лимона. Затем не забудем, что у нас есть сальса. Самое главное продукт. Вы можете покупать только в спутнике. Это очень вкусно. Сальса здесь овощной и с фасоли. И сальса очень острая. Так что, если вы не любители острой пищи, сильно много не употребляйте. Ну что, осталось нам декорировать еще лимоном. Буквально наш салат. Дорогие телезрители, у нас получился настоящий мексиканский горячий, такой жгучий салат. Такко. Попробуйте у себя дома. Приятного аппетита. И я ваш Ервант Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин